Всем привет! Меня зовут Елена и вы со мной на канале Сад Бесконечного Лета. Сегодня собираем заказы. Учли, сможем свою прошлую ошибку. В мае месяце нас собирали очень много заказов и потом это все накапливается. И теперь как бы завели себе за правило 5-6 заказов и мы начинаем формировать. Соответственно, сорта разные и сила роста растений разная. Но, как вы понимаете, все саженцы развиваются индивидуально. Вот, допустим, 77 это у нас металлика. Вот посмотрите, насколько мощный куст. Подержи, вот так вот, чтобы я показала. Смотри, только не сломай верхушку. Вот бывают, конечно, чуть слабее саженцы, но этот прям вообще, я прям довольна. Сформирован в три ствола. Посмотрите, какие мощные. И вот уже зацветает. Вот так сразу мы металлику кладем, да, отставляем заказ. Так, заказик. Что там у нас дальше? Я чуть-чуть сниму, просто покажу, в каком состоянии растения. Эти листики опадают из-за того, что они плотно все стоят на гряде. Но по жаре только так, потому что у нас растения стоят на песке, полив. И потом, когда пересыхает горшок, видите, горшки все сухие, они берут влагу с песка, соответственно, и происходит развитие корневой системы. Ну, здесь вот муж уже отдирает, он, да, немножко обрывает корневой, потому что обратно потом не поставишь. Так, это у нас Be Happy. Вот посмотрите, какой. У меня маточник даже. Не такой. Не такие толстые побеги. А это что у нас? Так, это Pink and Rose. Нет, таких заказов нет. Отставляем. То есть мы и делаем ревизию, и формируем заказы. Цель моего ролика, девочки интересуются. Отправки начнутся у нас со следующей недели, потому что снижается температура 23-25 градусов. Это нормальная температура для отправки и для посадочного материала. Дорогу нормально должны перенести. Чтобы покупатели видели, что мы помним о них, не забыли, и какие у нас растения. Ну, соответственно, смотрите. Вот показываю все как есть. Ничего не утаиваю. Вот видите, обрезка, да? Вот эти вот меленькие, конечно, я сейчас подкорректирую, удалю. Это сорт Pantella. Все это будет делаться. Все параллельно. Нормально тут три сильных побега. Вот эту мелочерку сейчас уберу. Вот в центре стоит. Вот корневая система. Это сорт Milken Honey. Этот у меня сорт в заказике есть. Я его сейчас отставлю. Вы посмотрите, сформированы в два ствола. Вот палец, да? И вот они стволы. Нет, я довольна. Я довольна саженцами. Вот он немножко, немножко. Это ничего страшного. Не пускай никого не шокирует то, что мы обрываем корневую систему. Но она все равно в дороге высохнет. А давай этот горшок вынимем, покажем. Вынимай. Сейчас. Вот, посмотрите, вот она корневая. Со всех сторон. Ну, ее пересаживать надо. Ставь бирочку. Все. И вот Milken Honey на цвету. Девочки, кто у меня заказывал, вот поедет к вам такое растение. Не знаю, если бы я получала такие, конечно, саженцы, я была вообще счастлива. Это другая тема и другой разговор. Ну что, мы сможем, продолжаем. И потом, когда мы сформируем все заказики, мы продвижимся, ну, по группам, да, как мы их сформируем. В процессе работы, вот увидели, посмотрите, Magical Kilimanjaro. Посмотрите, какой отличный штамп. Заготовка для штампа. Он уже здесь будет свисти. Здесь прощупывается цветонос. И посмотрите, какой идеальный штамп. Вот будешь специально выгонять, такой не выгонишь. Однозначно штамп. Все, продолжаем дальше. Ну, осилили инвентаризацию наших саженцев метельчатых гортензий. Если честно, вот второй день, уже обед, уже сил нет. Я не знала, что столько будет потрачено времени, как бы сил. После окончания работ мы сели, подумали с мужем над этой всей ситуацией. Что, наверное, мы будем делать? Конечно, в П-9 саженцы менее развиты. И, соответственно, меньше и по высоте, и по объему. Удобнее высылать. И для покупателей будет меньше цена доставки и все такое прочее. Мы с этого года, ну вот часть начали уже рассаживать саженцы. Тоже в полтора литра горшки. 1,4, если быть точной. Ну, а остальные там две партии мы начнем рассаживать в П-9. Мы расставили по номерам, старались и переписали все. Скорректируем сайт, который у нас с 1 августа возобновит работу, чтобы у нас было четкое понимание, какие у нас остатки. И люди приобретали то, что в наличии. Что еще хочу сказать. Саженцы у нас стоят на песке, который при поливе увлажняется. И появились маленькие слизни под горшочками. Одна моя знакомая порекомендовала метод по борьбе со слизнями. Для тех, кто не знает, я живу в городе Воронеже. И у моей знакомой частный дом в самом городе. И всегда, всегда было нашествие слизней. И вот она со мной поделилась этим методом. Не хочу никого заинтриговывать. Это вообще элементарный способ. Но я просто хочу проверить, чтобы в последующем вам порекомендовать. Как я могу рекомендовать без своего опыта. Попробуем. Посмотрим, будет ли эффект. Зрелище такое флачевное. Все потрепанные. Ну, конечно, и корневую сдернули. Что тут говорить? Стресс. Это вот мы уже поставили вчера. Видите, уже более-менее приходит в себя. А вот это мы делали сегодня. Еще пока в стрессе находятся саженцы. Ну, ничего, нормально все будет. Сейчас небольшой обзорчик для тех, кто у меня сделал заказ. Я подошла к моему рабочему месту. Ну, не обращайте внимания. Вот муж опять не выбросил ничего. Вот такое я выкидываю. Еще корневая ничего не оплела. Это брак. Такие саженцы мне не нужны. Это я... Это он все выкинул с земли, с горшков. Которые мы перебирали. Все, это не кондиция и брак. Мне такое не нужно. Вот видите. Нет, нет, нет. Они живые. Все. Но такое мне не нужно. Так. Вот он заказ. Вот он заказ. Девочка у меня заказала древовидные гортензии. Так. Это стронконнабе. И пиксю. Вот такие. Ну, видите вы сами, что для отправок, для продавца такие саженцы. Это проблемный вопрос. Но я всегда гордилась тем посадочным материалом, который я отправляю. Вот я стою, мне по пояс самый высокий сорт это старроуз. Ну, они вот уже будут зацветать. Вот даже на бутонах. Я демонстрирую вот эти саженцы, да, которые мы к отправке приготовили. Не для рекламы. Какой у нас посадочный материал. В принципе, в этом ничего предусыдительного нет. Я как бы что хочу на своем канале, то и показываю. Почему я не могу продемонстрировать свой материал. Мне поступил после одного там ролика, помятьте, насколько я помню, что вы там достали со своей рекламой, рекламируете все. Нет, этот ролик не рекламный, не обзорный. Я просто хочу отчитаться перед моими покупателями, что заказы собраны и будут отправлены со следующей недели. Работа несложная, но заняло полтора дня. Это просто, ну, тяжеловато, неудобно. А вот по девяточке девчонки расставляют по ящичкам. Наверное, так и поступим впредь. Я своих ошибок не стесняюсь, не боюсь там. Действительно, это все познается с опытом. Выращиваешь, смотришь, реализовываешь и подстраиваешься под торговую систему. Что тут кривить душой? Да, хотелось бы продавать вот такие сильные, здоровые саженцы. Но для удобства в скором времени мы будем переходить на по девятку. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне просто очень важно мнение других. Как поступить, выращивать вот такие растения и продавать там посезонно, допустим, в начале весны и ближе к осени, чтобы растения менее травмировались. Либо, как и все, как и многие, выращивать в по девятках для удобства транспортировки, пересылки. Буду очень ждать ваших комментариев. Пожалуйста, пишите. Мне ваши советы помогают во многом. Вот в процессе инвентаризации вот такие вот саженцы, которые у нас не войдут в прайс. Вот видите, они вытянулись, они лежат. Вот эти вообще деформированы. Мы сейчас будем пересаживать в больший объем. То есть эти 1,4 мы посадим в трешку и, конечно, вот так вот заглубим. И поставим ровненько, чтобы они вот так вот росли. То есть вот такой еще момент. Тут сколько? Раз, два, три, четыре, семь горшков. Но это ерунда. Мы сейчас быстро пересадим. Отчет по результату, по пересадке. Пересадили растение. Ну, конечно, вот это вот самое мощное, это фантом. Подвяли листики. Ну, ничего страшного, все подвязали. Со временем все выпрямится. И даже у нас получилось несколько штамбов. Это сорт полярный медведь. Для штамба сорт полярный медведь тяжеловат. Попробую, просто эксперимент. Пиксио. Вот такая из серии Garden Light, Red Light и Metallica. Начали выпрямлять, одну веточку сломали. Сейчас немножко они отойдут. Более-менее выпрямится. И я зафиксирую на стоечку. Что-то выбросили. Что-то пересадили в больший объем. Все нормально. Ну, на этом все. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. И оставайтесь со мной. Всем пока-пока. До новых встреч.